Музыка Стартовавшая в регионе весенняя посевная кампания, несмотря на постоянные дожди, будет успешно завершена. В этом октябрьские аграрии уверены, благо со стороны государства оказывается весомая поддержка. На сегодняшний день уже засеяно более 60 тысяч гектаров площади, более 10%. На сегодняшний день временно работы приостановлены в связи с большими осадками. Засеяно более 30 тысяч гектаров зерновых, остальные это масличные культуры и кормовые культуры. В этом году весенние полевые работы будут проводиться на площади 722 тысячи гектаров. Из них в этом году ожидается уменьшение зерновых культур, соответственно, будут увеличиваться кормовые культуры, масличные культуры. Прошлый год, как всем известно, был очень трудным по заготовке кормов. И в связи с этим крестьянское действие в этом году увеличивает площади кормовых культур, в том числе однолетних, многолетних. Для этого в этом году создаются условия, повышаются нормативы субсидирования. На кормовые культуры в этом году объем субсидирования увеличивается в два раза. То есть в прошлом году, если был на семена элитных семян, 15% субсидировался площади, в этом году будет 30% субсидироваться. На семена первой реподукции от 20 до 40% увеличивается. В целом на субсидирование выделено 1,3 миллиарда тенге, что в полном объеме может покрыть необходимость нашего региона. Будут субсидироваться семена, пестициды, гербициды, минеральные удобрения. В целом по весенним полевым работам будут задействованы полутора тысяч единиц техники. Безусловно, по традиции сельхозформирование обеспечивается горюче-смазочными материалами по льготным ценам. Это также способствует успешному проведению посевной кампании. На сегодняшний день дизельное топливо крестьяне уже начинают закупать по удешевленной цене. В этом году был проведен конкурс, где определенная цена 184 тенге. Это самая низкая цена по стране. На сегодняшний день дизельное топливо отпускается круглосуточно, ежедневно, без перерыва. Уже более половины объема было выбрано. В этом году выделяется 9600 тонн, что больше на полтора тысячи гектаров, чем в прошлом году. В этом году, если в прошлом году дизельное топливо могли взять около 250 крестьянских аезд, в этом году около 500 крестьянских аезд могут получить удешевленное топливо. Что касается выделения финансирования весеннеполевых работ в этом году, предусмотрено 2,4 миллиарда тенге через финансовые институты. На сегодняшний день крестьянское есть полностью финансированные крупные хозяйства. По сравнению с прошлым годом, в текущем году наблюдается обильное количество влаги. Для местных крестьян это благо, потому что данное обстоятельство будет способствовать увеличению урожая в будущем. В этом году складываются очень благоприятные условия для получения хорошего урожая. Так как на сегодняшний день по итогам пяти месяцев, если смотреть, около 130% выше нормы выпали осадки. Только за половину месяца, за май, выпали около 116% осадков. Влага очень хорошая, более 1 метра составляет глубина крестьянское хозяйство по этому поводу, несмотря на то, что немножко сроки будут отодвигаться, но они оптимистически относятся. Обильное количество влаги – большое подспорное для развития как сферы растениеводства, так и животноводства. Так в Бегалинском сельском округе Хабдинского района действует крупный сельский производственный кооператив. К слову, фермеры активно занимаются озеленением, посадили саженцы деревьев. Земли с ПК 5000 гектаров, этого мало, отмечают аграрии, но вопрос будет решен. Кроме того, хозяйству планируется подвести газопровод в рамках господдержки. Это станет большим подспорьем для формирования, которое занимается скотоводством. Овцеводство в основном, 6000 голов будет овец, племенных пород. И в дальнейшем еще со следующего года мы племенные белоголовые хотим, коровы. КРС. КРС, да. И лошадей – 1000 голов. Сейчас у нас есть в данный момент 150 голов есть, зеребицы еще. И еще 200 голов с деревенками, деревятами будем покупать, с Башкировой договорились. До осени у нас будет уже 500 голов в мошаде. С кормами вот пока готовим сами. Кто может готовить? Сами готовим? Да, с нами готовим. У меня младший сын, 94-й год, у него 5 уже детей. Четыре из них ребенка. Мальчик, я имею в виду, одна девушка. Ну, для них, мне уже 60-й год пошел. Для них я строю вот здесь, озеленяю, да. Яблони буду сажать. Сейчас вот 500 дерева посадил, еще 200 привез. 700 вокруг дом. Ну, завтра дети будут в тени играть, да. Полив вот у меня, это, 95 метров в каждом, воды много, хватает. Скотоводством планируют заниматься еще одно хозяйство из Бегалинского сельского округа. Кроме того, фермеры намерены в перспективе разбить вишневый сад на площади 10 гектаров. В 2020 году открыл, землю получили, пастбищные земли 7 775, а в данный момент пашная земля общая 3,5 тысячи. В этом году мы, в прошлом, в 2021 году, на 346 миллионов в тенге мы полностью комплектовали хозяйство техниками через Казаграфинанс. Сейчас из них 25% республиканские субсидированные получили и 10% местного бюджета. Сейчас в данный момент по технике проблемы нет. В этом году освоили полностью из 3,5 тысяч, полтора тысяч освоили. Из них масленичная культура 1270 гектар, а 230 гектар – это зерновое 40. Мы вот эту масленичную культуру сдаем ТОАКМЕС, который в Хронтовском районе назовут, а зерновое мы продаем всем крестьянам, которые по области. В данный момент никакого проблемы нет. Самое главное – желание, и надо работать, и технологию на вещи надо искать. И мы занимаемся бинарным посевом с этого года, потому что это экономически выгодно. Потому что сейчас гербициды дорогие, удобрения дорогие, поэтому мы уже бинарным посевом, за счет бинарного посева мы обогащаем почву азотом и фосфором. За счет этого уже после двухлетнего доника уже можно, уже не удобрять можно до трех лет. Всего в текущем году под посевные площади в Хавдинском районе планируется отвести 49 600 гектаров. Из них зерновые займут 10 тысяч гектаров, около 7 тысяч – масличные. Основной объем планируется засеять кормовыми. Благо, с поливной водой проблем нет, отмечают в районе. 2300 гектаров регулярного оращения земли. Сейчас в суббиканском бюджете в прошлом году выделено 1,2 млрд тенге. На сегодня из 12 проектов, 4 проекта мы в этом году запустим. Крестьянское хозяйство уже, инженерская инфраструктура полностью проведена. Крестьянское хозяйство сейчас покупает оборудование. И остальные 8 мы планируем завершить до конца этого года. Плюс к этому у нас есть 6200 гектаров лиманного оращения. Это село Жарок – 3200 гектаров. И село Жерунгупа – Ахпалшек – 3000 с лишним гектаров. Ну, сейчас ребята уже, мы полностью в связи с паводком в этом году вода, дебет воды очень хороший был, мы полностью клетки заполнили водой. Но сейчас вот ребята ждут, чуть-чуть подсохнут и сразу мы будем сеяться. В основном лиманных оращений будем сеяться кормовой культуры. Это испарцет, донник, сорго-сутанские трава и так далее. Впервые планируют применить систему регулярного оращения, одно из формирований Саралжинского сельского округа Уиллского района. Фермеры провели необходимую инженерную инфраструктуру в рамках программы «Дорожная карта бизнеса» на 49 миллионов тенге. Закупили крупный рогатый скот абердино-ангузской породы. Сейчас у нас 350 голов маточного поголовья, в общей сложности свыше 500 коров. В этом году первый раз посеем кормовые культуры на оращаемых на делах площадью 120 гектаров. Будем сами себя обеспечивать кормами, благо воды в этом году достаточно. Можно отметить, что большая вода пришла в Уиллский район. Реки вновь стали полноводными, а системы сбора талых вод радуют обилием живительной влаги. В частности, системы лиманного орошения Киил, Таса и Тамдекуль вновь полноводны. А это значит, что появилась возможность увеличивать земельные площади, отведенные под растениеводство. Сейчас в районе общей площади систем лиманного орошения составляют 18 тысяч гектаров. В частности, на территории сельского округа имени Берсеева 6 тысяч и 12 тысяч гектаров в Каптагайском сельском округе. Кроме того, имеется 540 гектаров регулярного орошения. В текущем году был хороший приток воды. Это позволит нам увеличить площади кормовых культур. Что поспособствует развитию сферы животноводства. В конце 2019 года мы приняли программу развития агропромышленного комплекса нашей области. В котором зафиксированы были такие цифры, как порядка 100 тысяч орошаемых земель должно быть введено. Так вот, в течение последних лет мы достаточно сильно расширили как лиманное орошение площадей, так и орошение регулярное. И на сегодняшний момент, если мы где-то по регулярному орошению достигли 40 тысяч гектаров в этом году, то по лиманному орошению мы, думаю, в ближайшее время достигнем еще 100 тысяч гектаров земли. И этот процесс будет продолжаться. Почему? Потому что большой есть спрос. Где-то мы восстанавливаем прежние лиманы, прежние площади регулярного орошения, где-то создаем новые. И для этого выделяются средства как на проектирование, так и на строительство всех гидротехнических сооружений. И это пользуется большим спросом среди наших аграриях. Вот с каждым годом я вижу очень большой интерес именно к поливному земледелию, к орошаемым землям. Почему? Потому что это резко возрастает урожайность, качество кормов. И при этом оно еще позволяет диверсифицировать там общую структуру посевных площадей. При всем при том, что поливное земледелие влияет как на производство овощной продукции, так и кормов. Я думаю, эту работу, которую мы сейчас проводим, она уже начала давать определенные плоды на сегодняшний момент. И в дальнейшем это как раз-таки одно из основных направлений в развитии нашего сельского хозяйства. На что мы уделяем внимание, есть поддержка со стороны правительства. Выделяется значительное средство через Казводхоз из республиканского бюджета. И там есть полное понимание. Задача наша вовремя, так сказать, принять на баланс эти гидротехнические сооружения, провести их ревизию, составить проект с методом документации. Ну и, естественно, построить те сооружения, которые на сегодняшний момент у аграрных больше с большим спросом. В целом, в текущем году по направлению развития сферы растеневодства наблюдают за позитив. Но пока прогнозировать, какой будет урожайность, еще рано. Прогнозы это дело неблагодарны. Но в целом, начало весенних паровых работ вселяет очень большую надежду, что в этом году все-таки мы добьемся хорошего урожая. Почему? Потому что в этом году достаточно влаги в почве. Ну и, если вы видели, вот дают свои плоды та большая работа, которую мы проводили по восстановлению лиманного рашения, по работам по усилению регулярного рашения. Где-то мы за счет средств бюджета республиканского, местного, эти вопросы решили. Где-то хоспособом, в близнаселенных пунктах были сооружены специальные водосборные места, дамбы, которые позволили нам собрать достаточно много влаги. Как для животноводства и производства кормов, ну и так для поливного земледелия. И в этом отношении та влага, которая в почве есть, она вселяет большую надежду нам на получение хорошего урожая зерновых. А вот та работа, которую я перечислил, она позволяет нам надеяться, что и мы с уверенностью смотрим относительно производства кормов. Почему? Потому что на сегодняшний момент, если вы обратили внимание, поголовье скота растет. Вся степь полна стадами коров, табунами лошадей, татарами овец. Это радует, это большое богатство наших сельчан. Ну и для них, естественно, с каждым годом возрастает значение и роль хороших кормов. И в этом году у нас, к счастью, в общем-то, благодаря удачным стечениям обстоятельств мы получили очень много воды. Если вы можете посмотреть, в принципе, это небывалый такой приток воды за последние годы. Да, я понимаю, когда был паводок, зачастую там состояние эмоций, какие-то были несколько панические настроения. Но я вам одну вещь могу сказать. Для сельчан это большая радость и большая надежда на урожай. Мы долгие годы ждали эту воду. Та большая работа, когда была проведена по восстановлению орошаемых земель, плюс вот то, что все-таки большая влага в почве позволяет нам говорить, что, наверное, в этом году мы как по зерновым, так и по кормовым получим хороший урожай. Наличие живительной влаги поспособствует запасам кормовой базы, следовательно, вырастет поголовье скота, что является важнейшим направлением по обеспечению продовольственной безопасности. В прошлый год он уже показал, что мы на сегодняшний момент, наши продукции пользуются большим спросом. Вы знаете, что в прошлом году у наших соседей в Мангастауской области, в Атравской области и в Казалародинской области возникла очень большая проблема с обеспечением кормом того скота, который есть у них. На их территории и мы оказали по силе своих возможностей помощи. Где-то предоставили площади для сенокоса, где-то предоставили площади для того, чтобы разместить сход на какой-то период времени, там, где у нас пустовали земли. Где-то мы просто продавали те корма, которые производили у себя здесь на территории, и они были именно поставлены в регионы Западного Казахстана. Поэтому Актюминская область в этом отношении в силу климатических условий достаточно занимает выгодное положение именно по производству кормов. И я думаю, это, кстати, залог и продовольственной безопасности как нашей области, так и в целом Западного Казахстана, который может быть обеспечен силами и возможностями нашей области. То есть, как производство мясной продукции, молочной продукции, а это все держится на кормах, которые тоже мы можем реализовывать на рынках наших соседей. В целом, кормопроизводство в регионе ведется на высоком уровне. Этому способствуют в том числе и меры государственной поддержки. Важно подчеркнуть, что в Актюминской области в последние годы проводилась работа по субсидированию работ по заготовке кормов.